Здравствуйте, уважаемые друзья! Мы решили записать несколько лекций, которые имеют непосредственно отношение к потенциальному росту числа вирусных пневмоний. И одна такая лекция уже была записана под эгидой Департамента здравоохранения города Москвы, куда я вас готов отослать в качестве ссылки. Тем не менее, в той лекции, она по отзывам получила положительные оценки коллег, в той лекции я не имел возможности подробно остановиться на некоторых важных аспектах, которые имеют значение при выборе лечебной тактики у пациента, реанимационного пациента с вирусной пневмонией. Поэтому в том же самом формате, практически не меняя даже заставки слайдов, я доделал и расширил некоторые аспекты, которые хотелось бы вам до вас довести. В первую очередь, хотел бы поговорить о протективной искусственной вентиляции легких. Очень удивительное дело, методика, которая имеет применение практически не менее полутора десятков лет, тем не менее, не пользуется популярностью среди широкого круга практикующих врачей. Связано это с рядом факторов, и часть на них, о части этих факторов я сейчас остановлюсь, и особенно печально заключается в том, что именно протективная искусственная вентиляция легких является одним из кроегольных камней, которые спасают жизнь больного с вирусной пневмонией. О чем идет речь? Начнем мы с теории, я очень люблю эту фразу, нет ничего практичнее, хорошей теории, приписываем мы не то Киргахову, не то его учителю Канту. Речь идет о том, что респираторная поддержка при любом поражении легких, в этом отношении вирусной пневмонии не является исключением, имеется это некая торговля трейдов между двумя иногда и очень часто взаимоисключающими вещами. С одной стороны, искусственная вентиляция легких проводится ради того, чтобы компенсировать нарушение газообмена. У пациента есть потребность повышенного количества кислорода, поскольку поражены легкие. У пациента есть потребность каким-то образом получить неповышенное, недостающее количество кислорода, каким-то образом вывести углекислоту, которая накапливается из-за поражения легких. Но в то же время метод лечения искусственной вентиляции легких, применяемый именно из-за нарушения газообмена, может повредить легкие и привести к печальной ситуации, что больной погибнет от того, что нерационально проводится искусственная вентиляция легких. Подробно я уже останавливался на этом факте в предыдущей лекции. Тем не менее, сейчас еще раз хочу подчеркнуть, что во время проведения искусственной вентиляции легких, а в общем-то и даже при спонтанном дыхании больного, когда еще не начато искусственная вентиляция легких, у больного организма, у больных легких есть несколько типов врагов. Я их разбиваю с дидактической целью, с методологической целью на две части. На явные и скрытые. Явные, которые просто нужно увидеть и обязательно предупредить их воздействию. Самое плохое – это высокое давление в альвеоле. Это самый серьезный враг, враг номер один. Повреждает альвеолу высокий объем воздуха, который находится в ней. Повреждает высокая частота дыхания и повреждает высокую концентрацию кислорода. В научной литературе эти термины повреждения называются, соответственно, баротравма, волютравма, циклическая травма и оксигенотравма. Есть еще несколько видов травм, о которых мы тоже сейчас скажем. Начнем с самого главного – повреждающего фактора травмы. Большинство моих коллег в состоянии представить, что искусство вентиляции легких проводится методом вдувания, то есть совершенно не физиологично, с точностью, наоборот, как происходит при спонтанном дыхании. Методом вдувания в альвеоле, и, наверное, эти альвеолы можно порвать, повредить, если вдуть слишком серьезно, слишком с большим давлением. Ну, возьмем обычную историю, детский шарик, который мы надуваем как следует, если перестараемся, то он лопнет. Альвеол – тот же самый детский шарик, он может тоже лопнуть. Есть повреждяющее действие давления, которое не очень часто понимаемо, но, тем не менее, оно вполне существует. Это давление извне альвеолы. Вот на этом рисунке показано, что па-альвеолярное давление внутри альвеолы, оно определяется двумя факторами. Давлением в дыхательных путях, PAV, Airway Ways, и, соответственно, давлением плевральной полости, P-плюра. За счет чего? За счет того, что грудная клетка растягивает альвеолу. И, исходя из этого несложного сочетания комбинации факторов, понятно, что альвеола может быть повреждена как путем раздувания изнутри избыточного, так и путем растягивания снаружи избыточного, или сочетанием этих двух факторов. Вот этот очень важный момент, и вот это давление, называемое транспульмональным, трансфальвеолярным, альвеолярным еще его называют иногда, оно является важнейшим повреждающим фактором. Забегая чуть вперед, практики. Давление внутри альвеолы, это давление, которое создает аппарат ИВЛ. Давление снаружи альвеолы, давление, которое создает грудная клетка больного, который слишком старается дышать. Глубокое, надсадное, избыточное дыхание больного, это фактор, повреждающий альвеолы. Вот это важная совершенно вещь, когда мы будем говорить о том, как опасно не вовремя применить искусство вентиляции легких, как опасно слишком долго задержаться на методах, которые не подразумевают корректную компенсацию гипоксимии, и больной старается избыточно, повреждая себя альвеолы, просто своим спонтанным дыханием. И этот фактор, который крайне часто упускается из виду практикующим врачами. Таким образом, высокое давление, враг номер один, баротравма, не должно повредить альвеолы. Целевой показатель следующий. Первое. Отсутствие глубокого спонтанного дыхания. Принципиально важно. Не участие в вспомогательной мускулатуре. Если вы лечите пациента, у него часто вспомогает на мускулатуру в акте дыхания, значит, вы недостаточно эффективно его лечите. Отсутствие так называемого воздушного голода. То есть больной не должен слишком стараться. Я об этом сказал несколько раз, потому что все время, возвращаясь к этой мысли, врачи забывают об этом факторе. Второй, более тонкий момент. Отсутствие асинхронии на мониторе аппарата ИВЛ. Больной подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Казалось бы, все в порядке. Ему пора выключить спонтанное дыхание, дополнительные усилия дыхательных мышц. Однако, он это не делает по каким-то причинам. Недостаточно оккупирован газообмен, восстановлено, оккупировано нарушение газообмена. Недостаточно выключена избыточная психоэмоциональная активность и так далее. И больной во время аппаратного вдоха делает спонтальные вдохи. Такие маленькие вдохи. Вот на экране монитора, внутри красного кружочка видна кривая потока. Посмотрите, она искажена дополнительными вдохами пациента. Слайд не очень информативный. Поскольку он взят из рабочего чата. Это с экрана респиратора присвано. У тяжелого пациента с тяжелого дыхательного недостаточно ЭКМО. На экоскорпоральной мембранной оксигенации. И вот это был повод для вмешательства снаружи, то есть моего сказать, посмотри, у тебя не купированы спонтанные попытки. Углуби седацию, углуби мелорелаксацию. Вот это вот повреждающий фактор на альвеолы. И в клинической практике важнейшая вещь, на которую следует обращать, так называемая driving pressure. Driving pressure, по-разному я искал перевод этого английского выражения. Наверное, движущее давление самый дословный перевод. Тем не менее, как-то он звучит несколько неуклюже. Поэтому я буду называть его по-английски. Это разница между давлением в конце вдоха, так называемого давления плато, и давлением в конце выдоха, PIP, PDKV, Positive and Desperatory Pressure. Вот эта разница не должна быть более 12 сантиметров водного столба. Крайняя точка терпимости 15 сантиметров водного столба. Вот это вот целевой показатель, это вот та жертва, которую мы не можем принести никогда ради хорошего газообмена, который не должен никогда быть превышен. 12, а лучше 15 сантиметров водного столба. Другие факторы повреждающие. Высокий дыхательный объем. В общем-то, объем воздуха, который находится в альвеоле, и давление, которое в нем создается, взаимосвязанные вещи, зависят от податливости альвеолы. Тем не менее, формат лекции не позволяет мне более детально это объяснить, но тем не менее, это разные повреждающие факторы, и поэтому отдельная оценка вдыхаемого объема является тоже важной вещью для того, чтобы предупредить повреждение легких. По многочисленным данным, рандомизированных исследований, экспериментальных работ и накопленного опыта позитивного многочисленными нашими коллегами, зарубежными и отечественными, объем дыхательный, который подает аппарат ИВЛ в легкие больного, не должен превышать 6 миллилитров на килограмм массы тела. Можно еще поторговаться 6-8 миллилитров дыхательный объем, но тем не менее, 6 достаточно безопасная цифра и лучше именно к ней стремиться. Идеальная масса тела. Почему идеальная масса тела? Потому что расчет идет на то количество воздуха, которое войдет при помощи аппарата ИВЛ в легкие пациента. Если пациент слишком худ, у него объем легких не меняется по сравнению с его нормальной массой тела. Если человек слишком разжирел, слишком пополнел, у него объем легких не меняется. Поэтому врач должен прикинуть, посмотреть. Есть специальные формулы, но это на самом деле в клинической практике имеет не очень высокое значение. Какая бы идеальная масса тела должна быть у этого пациента и, соответственно, какой дыхательный объем для него достаточно. Ну, например, вашу покорную слуги около 80 килограмм масса тела, соответственно, мой дыхательный объем 480. Все. Вот больше 480, прошу не проводить мне искусственной вентиляции легких, если, не дай бог, меня прихватит какая-то проблема. Высокая частота дыхания. Фактор, который редко вспоминается, и считается, что как бы это можно потерпеть. Ну, как же? Давление в дыхательных путях небольшое. Объем вводится небольшой. Ну, чуть-чуть чаще больной дышит. Казалось бы, что тут плохого. Но, тем не менее, друзья мои, в этом отношении для меня совершенно впечатляющая была метафора, которую живой наш классик Лучано-Гатинония на одной из лекций сказал. Он сказал, представьте себе, что я беру молоточек и стучу его себе по голове. Неврологический молоточек. Вот я так стукнул, раз, два, больно? Больно. А если я вот так вот сделаю больнее? Больнее. Так же и легкие. Если их раздувают, растягивают дыхательные объемы достаточно редко, они их повреждают, но не очень. А если они делают достаточно часто с высокой частотой, то повреждают достаточно серьезно. Поэтому к этому тоже нужно обращать на это внимание. И, соответственно, частота дыхания в идеале должна быть не больше 10-12 в одну минуту. Высокая концентрация кислорода. Концентрация кислорода в ФИО-2 не должна быть больше 80% или ФИО-2-0,8. Лучше, если будет 0,5-0,6. Избыточное количество кислорода в альвеоле приводит к ряду повреждающих эффектов средствия запуска перекисного выкисления липидов, следствия, так называемых, абсорбционных атиликтазов, когда там нет азота и альвеолого состояния быстро спадаться. И, в общем, это признается нежелательным. Высокая концентрация кислородового вдыхаемой смеси. Еще один брак, который менее заметен, но он известен из эксперимента. И он известен уже из клинической практики, так называемый элемент флиппинга. Флиппинг – это слипание и разлипание альвеолы. Так называемая интеллекта травма. Опять же, возвращаясь к метафоре с детским воздушным шариком, если вы пытаетесь раздуть воздушный шарик, пока он только фабрику покинул, то есть он такой жесткий этот воздушный шарик, вам нужно приложить значительное усилие, чтобы его раздуть. Когда вы уже его раздули, дальше дуть легче. Представьте себе, что вы теперь даете возможность этому шарику сдуться. В следующий раз вы опять будете со значительными усилиями его раздувать. Если бы вы не позволили ему сдуться до конца, а шарик – это альвеолы, то он бы раздувался меньшими усилиями. Так и альвеолы. Не нужно позволять ей сдуваться и раздуваться. Тогда в момент раздувания происходит вот это вот движение, вот это вот разлипание, этот флиппинг. Отсюда, видимо, это этимология этого английского слова. И повреждаются альвеолы. Поэтому всегда больные на искусственной вентиляции легких должно сопровождаться положительным давлением к концу выдоха, так называемый ПИП, не менее 5 сантиметров водного столба. Мы с вами дальше посмотрим, что лучше бы и повыше. Еще один важный эффект, который мы можем косвенно оценить, поэтому я его называю тайным врагом легкого, это степень повреждения легкого как таковое. Чем более повреждено легкое, тем легче искусственной вентиляции легких его добить. Посмотрите, я все время пользуюсь такими агрессивными термами. Добить, повредить. Потрясающий метод искусственной вентиляции легких. Только он спасает пациентам жизнь. Тем не менее, неправильно используемый, он запускает порочные круги, которые повреждают легких. Я называю это эффектом одеяво. На следующем слайде я еще раз покажу эту картинку из знаменитой работы МИДа. Когда искаженная геометрия одной альвеовой приводит к тому, что во время вдоха искажается геометрия соседних альвеов. Как одеяво, которое ты начинаешь тянуть, и оно тянется все дальше и дальше, и все больше его участки. И поэтому, чем массивнее повреждения легких, тем больше шансов на дальнейшее повреждение альвеов. Какое имеет это значение в клинической практике? Когда вы видите повреждение альвеов, повреждение легких значительное при визуализации, например, при компьютерномографии, вы понимаете, что этот больной плохо. Как бы нехорошо он сейчас дышал, как бы внешне он не казался вам более-менее стабильным. И этот больной, который показана протективная искусственная вентиляция легких, достаточно рано начатая. Вот эта самая работа знаменитая МИДа. Сверху нормальные альвеовы, вводится дыхательный объем, Volume Tidal, и альвеовы одинаково все раскрываются, и повреждения нет. Снизу альвеовы с локальной зоны негомогенности. Как только начинается дыхательный объем, объем этих зон негомогенности нарастает. И если это делать регулярно, то исходные повреждения легких прогрессируют в процессе неадекватной респираторной поддержки. Итак, вернемся к основной коллизии. Организму и так не хватает кислорода, а мы защищаем легкие. Мы снижаем давление, driving pressure, мы снижаем дыхательный объем, мы снижаем частоту дыхания, а частоту дыхания, значит, меньше мы можем подать кислородой, меньше вывести углекислоты. Мы снижаем, мы ограничиваем себя количеством кислородов, дыхаемой смеси, ФИО-2, тем самым снижается возможность потребления, поступления кислорода, выведения углекислоты. У нас с одной стороны и так есть гипоксия и гиперкапния, а с другой стороны мы и не очень-то можем нагрузить эти легкие, потому что нагружая эти легкие, мы их повреждаем. И вот эта вот тонкая грань, это трейд-офф, это движение эргонавта между сциллой и хорибдой, возьмите любую метафору, которая вам нравится, приводит к тому, что мы приходим к концепции допустимых показателей газообмена. Допустимые показатели газообмена это ненормальные показатели газообмена. Сатурация кислорода в артериальной крови измерена инвазивным или неинвазивным пульсиклиметрическим методом не более 90%. Не надо стараться больному организовать приличную сатурацию 99-100. 95 ему, в общем-то, не надо. Достаточно более-менее терпимой. Это терпимая ПО-2, что соответствует этой сатурации в артериальной крови 60 мм тутного столба. Это допустимая гиперкапния. Не норма 40 мм тутного столба. Потрясающе хороший показатель, но тем не менее мы можем допустить, что больного будет 80, 90 и даже 100 мм тутного столба за исключением ряда клинических ситуаций, которые позже остановлюсь. И пусть так будет. Лишь бы не повредить легкие во время искусственной вентиляции легкие. Как же мы будем мониторировать этот газообмен? Как же мы будем допустимые эти цифры исследовать? Значит, сложнее с СО2, сейчас скажу почему, а с оксигенацией чуть попроще. С оксигенацией нам может позволить организовать мониторинг газообмена физиология. Известная из учебника физиологии кривая диссоциация оксигемоглобина. Посмотрите, пожалуйста, она имеет кривые части и более-менее прямые, линейные. Так вот, линейная зависимость между напряжением кислорода в артериальной крови по оси абсцисс ОХ и насыщением крови кислорода, гемоглобина кислородом в этой же артериальной крови ось ОУ ординат, оно имеет линейный характер в достаточно узком диапазоне. Он обозначен коричневыми стрелочками. Вот именно в этом диапазоне мы и с вами будем мониторировать оксигенацию артериальной крови у пациента. Мы именно так будем подбирать параметры оксигенации, чтобы сатурация по пульсоксиметру, по ненавазимному замечательному прибору, который всегда находится на пальце у пациента, который в любой момент можно взглянуть на экран монитора, так вот, эта сатурация должна быть от 90 до 92-95%. Тогда мы с вами более-менее точно уверены, какое ПО2 в артериальной крови. И зная вот это ПО2, мы точно знаем, что малейшие ухудшение состояния больного будет приводить к снижению сатурации и напряжения кислорода, и малейшее улучшение состояния больного будет приводить к повышению этих показателей. Что же бывает в обычной клинической практике? В обычной клинической практике доктор на всякий случай дает больному побольше кислорода. Давая мне на всякий случай побольше кислорода, он выводит больного резко вправо, вот по этой кривой диссоциации оксигемоглобина. И тогда сатурация по пульсоксиметру близка к 100, 99 процентов. Но эти 99 процентов тогда, когда ПО-2 в артериальной крови 300, а когда больной стал хуже, и они стали, ПО-2 стал 200, сатурация по-прежнему 99 процентов. А когда ПО-2 стал 100, она по-прежнему 99 процентов. И когда ПО-2 стал 80, она по-прежнему почти 99 процентов. Больной ухудшается, врач этого не видит. Потому что он на всякий случай побольше дал кислорода. Поэтому практика, особенно практика потенциальной работы в чрезвычайной ситуации, когда не хватает рук, мониторинга, анализаторов и прочее, прочее, является абсолютно точной, уверенно можно говорить, когда у больного пульсоксиметр показывает от 90 до 93-95 объемных процентов. И если вы видите изменения в ту и другую стороны, вы в состоянии быстро отреагировать на то, что происходит у пациента. У него падает оксигенация, мы предпринимаем меры. У него растет оксигенация, мы на правильном пути. Если вы, конечно, точнее, регулярно измерять анализы артериальной крови. И этот образ света крови исследует в газоанализаторе. Но это дискретная методика. Она требует других затрат. И, с моей точки зрения, должна применяться в качестве референтной. То есть, в течение трех-четырех раз в сутки, при условии адекватного пульсоксиметрического мониторинга, вот таким образом, как я организовал, именно в этих пределах пульсоксиметра должен быть, его колебание, его показаний. Вы берете артериальную кровь, где исследуйте точно ПО2, а не расчетно, прикидно. Исследуйте точно ПЦО2, очень важный показатель, который мы с трудом можем оценить неинвазивно. Я к этому еще вернусь. И, конечно, вактат артериальной крови. Вопреки обычно бытующему мнению, что вактат это проявление ацидоза метаболического и прочего, вактат это проявление напряжения метаболизма. И поэтому, чем выше вактат, тем тяжелее пациент. И если вактат нарастает, что-то мы не так делаем с этим пациентом, что-то у нас неудачно в тактике лечения. Очень важные показатели. Тем не менее, мониторинг сатурации и определение с некой эпизодичностью артериальной крови инвазивно взятой и помещенной газооксиметр является достаточной клинической практики. Пошу, пожалуйста, запомнить, что исследование кислотно-основного состояния венозной крови почти не информативно. За исключением только показателя ПЦО2. Можно, конечно, порассуждать на тему, что там хорошо бы померить СВО2, насыщение гемоглобина венозной крови в центральной вене, дабы рассчитать сопряжение доставки и потребления кислорода. Это все носит сомнительный характер в клинической практике. Поэтому, если у вас много времени, если у вас много газоанализаторов, у вас много рук, которые в состоянии сделать, пожалуйста, можете исследовать еще и венозную кровь. Но если вы исследуете только венозную кровь, у вас есть только один достоверный показатель ПЦО2 в этой венозной крови, который в норме чуть-чуть выше, чем в артериальной, но может быть использован для мониторинга. Все, точка. И никаких других ситуаций венозная кровь не годится. Переходим к практике. Уже в предыдущей лекции, если я позволил разделить эту практику на мирное время, то, как надо это делать, так, как мы должны делать, пока у нас нет режима чрезвычайной ситуации, у нас его нет пока. И как допустимо в режиме чрезвычайной ситуации. В предыдущей лекции и еще в следующих я скажу, чем отличаются некоторые методы лечения, в зависимости от этих двух социально-медицинских ситуаций. В данном случае протективная искусственная вентиляция легких нужна всегда. Сколько бы больных у вас не было, сколько бы одновременно респиратора не было занято, сколько у вас есть рук сестринских, врачебных на одного больного, не имеет значения. Протективная вентиляция легких forever. Всегда. Только протективная искусственная вентиляция легких. Нельзя допускать никаких отклонений в ту или другую сторону, не повреждяющие ни в избыточной вентиляции, ни в недостаточной, только протективные режимы. Еще раз позволю себе вернуться к тому, что мы можем предложить больному, кроме искусственной вентиляции легких. Как правило, мы стартуем с низкопоточной или обычной оксигенотерапии. 6-8 литров кислорода через назальные конюли и через маску, глядишь, больному поможет. Возможно. Если этого не хватает, то следующим шагом можно увеличить поток кислорода, high flow. 30, 15-30 литров в минуту увлажненного кислорода. Возможно, больному поможет. Возможно. Следующим этапом мы можем присоединить маску к пациенту, не интубируя трахею, и проводить ненавазинную вентиляцию легких. Иногда это помогает. И в конечном счете остается обычная инвазивная искусственная вентиляция легких. Я уже останавливался на проблемах, связанных с этими методами лечения. Но считаю, нужно повторить еще раз, и вдруг кто-то не слушал первую лекцию, что принципиально важно понять, что нельзя задержаться на этих методах лечения и опоздать с адекватной инвазивной искусственной вентиляцией легких. То есть больному можно попробовать, как ему помогает кислород в низком или высоком потоке. Больному можно попробовать проводить ненавазинную вентиляцию легких. Но четко понимать, кому это потенциально возможно, и четко понять, когда хватит играться в эти игры и проинтубировать трахею, и проводить искусственную вентиляцию легких. Когда возможно оксигенотерапия низким или высоким потоком? Смотрим на картинку компьютерномографии, видим интерсоциальные изменения, нет крупных очагов инфильтрации, подозреваем тромбоэмболию, отек легких, люди этим болезнью продолжают болеть, несмотря на сезон вирусной пневмонии. У больного нет грубых нарушений газообмена, индекс ПФ больше 200. Нет прогрессирования сепсиса, септического шока, нет энцефалопатии. Очень важный симптом. Больной не зря сходит с ума, он не зря становится возбужденным или очень вялым. Это очень важный симптом оценки изменения психики до того нормального человека, что здесь нужно искать соматическую причину, как правило, это гипоксимия. Иногда это дебют нового витка сепсиса. И крайне редко это какие-то, не знаю, вещи, там, отмена алкоголя, дилериозные изменения следствия за употребление и так далее, и так далее. В первую очередь реаниматолог должен искать соматические причины. Так вот, нет энцефалопатии. Чудесно. Но, если вы на фоне оксигенотерапии видите, что сохраняется одышка, то есть больной включает, вспомогает мускулатуру, он ощущает нехватку воздуха, одышка это субъективный симптом. Или тахипное частото дыхания высокой 2,4, это объективный симптом. Вы видите, что у него оксигенация снижается, и вы дождались, когда наставы ниже 90 показывает пульсоксиметр. Кстати, вы уже опоздали. Это вы уже слишком долго задержались на этапе оксигенотерапии. Вы померили индекс оксигенации, обращая внимание, не на спонтанном дыхании, не на кислороде, когда больной получал, а вы его на время лишили кислорода, кольнули артерию, получили кровь, и выяснили, что индекс ПФ снизился. Был 200, стал 150. Вы понимаете, что вы застряли. Вы должны переходить на следующий этап, следующий этап неинвазивный ИВЛ. Чудесно. Вы начали неинвазивную вентиляцию легких, но вы видите, что все равно у пациента участность помогает мускулатура. У него все равно нарастает газообмен. У него снижается все равно уровень бодрствования. Этот больной не может адекватно тренировать мокроту и адекватно глотать. Потребность неинвазивной вентиляции легких длительная, более 12 часов в сутки. Вам пора прекращать неинвазивную вентиляцию при всей моей любви к этой методике и переводить на инвазивную искусственную вентиляцию легких. Общее правило, которое должно быть постоянно в голове у реаниматолога. Лучше раньше перевести больного на инвазивную вентиляцию легких, чем опоздать. Я своим студентам говорю, два раза в голове мелькнула мысль, не пора ли проводить интубацию трахеи инвазивную ИВЛ. Два раза подумали, значит пора. Очевидно, когда нужна искусственная вентиляция легких, через интубационную трубку. Когда вы видите такие КТ-картинки, вспомните работу МИДа. Это КТ-картинки, когда нужно полностью выключить спонтанное дыхание. Это КТ-картинки, когда здесь нужна протективная, а иногда ультрапротективная искусственная вентиляция легких, иначе состояние больного будет ухудшаться, и он может стартовать с таких легких, которые находятся в правом нижнем углу, а закончить теми легкими, которые находятся в правом верхнем углу. И это серьезная вещь. Этот больной уже у нас был на экстракорпоральной мембранной оксигенации. Ему уже поздно было проводить какую-либо протективную ИВЛ, поскольку уже легкие серьезно пострадали. Так вот, участие вспомогательной мускулатуры, одышка, тахипное, несмотря на менее инвазивные методы ИВЛ, включая неинвазивную искусственную вентиляцию легких, два часа у вас есть, попробовали и остановитесь. Дальше пора проводить интубацию трахеи. Сразу больного нарушение сознания, как в сторону возбуждения, так и в сторону угнетения, показания к интубации трахеи и искусственной вентиляции легких. Крупные двусторонние инфильтрации, не ждите, пока больной ухудшится. Это показания к интубационной трубке и проведению искусственной вентиляции легких. Септический шок. В общем, любые сомнения в том, что вы как-то лечите больного, ему хватает, не хватает оксигенации, это показания к инвазивной искусственной вентиляции легких. Еще раз про концепцию протективной вентиляции легких. Значит, вы должны использовать минимально возможную концентрацию кислородового дыхаемой смеси, жевательно не более 0,8. Драйвинг прессия, разница между П-платой и ПИП, 12, в крайнем случае 15 сантиметров водного столба. ПИП не менее 8 сантиметров водного столба и больше в случае необходимости, о чем я скажу через несколько минут. П-плата, даже если драйвинг прессия более-менее приличная, не более 30 сантиметров водного столба. Это вот очень тонкий момент, я хочу на этом остановиться. Вернемся к нашему шарику воздушному. Понятно, что шарик будет разрывать изнутри объемы, которые мы будем в него вдувать, и давление, которое мы будем создавать. Тем не менее, если шарик будет слегка надутый, то он вынесет некоторое колебание давления с одной переносимостью, если он будет слишком раздутый, то с другой переносимостью. Поэтому если мы больному уже создали большой ПИП, 15-18 сантиметров водного столба, и вот этот раздутый шарик, раздутая альвеова, продолжает уже от этого уровня раздуваться давлением драйвинг прессия, то это повреждающий фактор. Поэтому самое важное понять, что несмотря на то, что у пациента возможно разница давления драйвинг прессия будет в пределах 15 сантиметров водного столба, верхнее давление, то есть максимальное раздувание альвеовой, не должно превышать 30 сантиметров водного столба. Дыхательный объем 5-6 миллилитров на килограмм идеальной массы тела больного, число дыханий меньше 12 и лучше 20, еще допустимо, и баланс, соответственно, между терпимым газообменом и безопасным вылогом. Повторяю, терпимый газообмен, сатурация 89-90, ПО-2 60 миллиметров тутного столба, ПЦО-2 80 миллиметров тутного столба до 100. Первичные установки респиратора. Некогда сейчас говорить про режимы ИВЛ. Это тема отдельной лекции, и я себе, ну мне кажется, что многие люди уже это освоили. Но для тех, кто не освоили, я вам должен сказать, что совершенно не обязательно сейчас внедряться в тонкости искусственной вентиляции легких, разбирать все эти ауторежимы, все особенности подстройки больного под респиратор, поскольку эти режимы, нет универсального режима. И есть режимы, которые позволяют с ними работать проще и понимать, что происходит с пациентом. Поэтому, поскольку у нас с вами практическая лекция, я вам предвожу практический алгоритм. Значит, в практическом алгоритме вы начинаете с банального волюм-контроля в варианте ассист, то есть в волюм-ассист-контроль. Когда вы выставляете дыхательный объем на окраине респиратора, тот, который респиратор должен подать в больного, 6 мл на килограмм массы тела. Мы договорились, мне это 480 мл. Пиковый поток, то есть скорость, которую респиратор вдувает в пациента, 40 литров в минуту. Это некий средний пиковый поток. Для пациента, в зависимости от его степени дыхательного голода, может быть, нужен более быстрый дыхательный поток. Например, у него делают вот так дыхательные попытки, то вы поставите пиковый поток 60-80 литров в минуту. А если вы, больной, делают вялые дыхательные попытки, то, может, это будет не 40, а 20. Вы посмотрите. Тем не менее, чем он ниже, тем лучше, тем меньше будет давление в дыхательных путях. Число дыханий 12 в 1 минуту. Поскольку это ассист-контроль, это базовая частота дыханий. Если ему больного будет не хватать, он доберет. У него будет 14, 18, 20 дыханий в 1 минуту. Другой вопрос, что это уже не очень хорошо, но, тем не менее, вы будете видеть, насколько ему хватает или не хватает дыхательных движений. ПИП, ПДКВ, не менее 8 см водного столба. Вы страдуете с умеренной концентрацией кислорода, 50% выдыхаемой смеси. Поскольку это волиум-контроль, то вы не делаете паузу вдоха. То есть аппарат сделал вдох и тут же переключается на выдох. Пауза вдоха, аппарат сделал вдох, нет ни вдоха, ни выдоха, длится пауза. Время для перераспределения кислорода и углекислоты между альвеолой и легочным капилляром, потом наступает выдох. Хорошая штука. То есть, и газообмена отличная. С точки зрения физиологии, не очень. Мы с вами не дышим с паузой вдоха. Поэтому пауза вдоха это то средство, которое мы будем применять, если нам не хватает возможности для компенсации нарушения газообмена. Чувствительность триггера. То есть, то чувствительность, когда, каким дыхательным попыткам будет, на какие дыхательные попытки больного будет реагировать аппарат ИВЛ. Как правило, 3-5 сантиметров водного столба. Слишком чувствительный триггер, будет избыточное триггирование и так называемое аутоциклирование аппарата ИВЛ. Слишком грубое триггирование. Аппарат не будет схватывать дыхательные попытки больного. Будет та самая дыхательная синхрония, о которой я вам говорю, которая совсем не хороша. Давление, тревога, верхнее давление, поскольку это волюм-контроль. Вы не контролируете давление в дыхательных путях прямо. Вы контролируете, оно косвенно определяется, чем? Вдуваем дыхательным объемом и податливостью, комплайенсом легких. Соответственно, вы ограничиваете себя и аппарат ИВЛ для начала 20 сантиметров водного столба. Потом вы ставите 30. Это максимум, который должен быть, выше которого он не будет, не должен подавать, задавать давление в дыхательных путях. Ну и другие тревоги, которые обычные, минимальный дыхательный объем, дабы избежать дисконнекта, и максимальное число дыханий, дабы избежать циклической травмы. Чтобы аппарат вам сообщил. Мониторинг, как мы с вами договорились, пульсоксиметрия. При возможности есть, если возможность капнографии, то капнография Entitle CO2 не более 100 мм оттудного столба. И если и обязательным является определение кислотного состояния артериальной крови не менее 4 раз в сутки в газоанализаторе. С оценкой индекса оксигенации, индекса ПФ, ПО2 к ФИО2. Значит, если вы поставили параметры вентиляции, и вы видите, что у пациента гипоксимия, что вы делаете? Первый шаг, вы пытаетесь оптимизировать ПИП, ПТКВ. Вы, как правило, увеличиваете. Должен вам сказать, что редко больше 15 см водного столба, эта величина, ПИП должен быть больше 15 см водного столба. Почему? Ну, во-первых, уже, как я вам говорил, если у вас слишком высокий ПИП, у вас этот шарик перераздутый, вы ограничены вообще разницей давлений, которые можно потом будет создать в этой альвеоле. Кроме того, это серьезно нарушает гемодинамику. Серьезно нарушает гемодинамику, нам требуется подключение прессорных аминов, какая-то валимическая нагрузка, и это, в общем-то, не очень хорошо, особенно с точки зрения валимической нагрузки, поскольку на следующей лекции скажу, что легкие не любят воды. Happy lungs, а dry lungs. И поэтому мы тем самым нарушая гемодинамику, а мы нарушаем за счет того, что у нас перераздутые легкие, у нас ограниченный венозный возврат, у нас страдает гемодинамика, мы нарушаем транспорт кисворода. То есть, мы-то вроде как ПО2 нарастили в артериальной крови, но за счет того, что крови-то меньше выбрасывается из левого желудочка, она не может быть выброшена, поскольку в правое дело ее не пришло. У нас страдает транспорт кисворода. Поэтому в этой ситуации обычный ПИП, обычный ПТКВ, который является оптимальным, выше 15 вряд ли бывает. Значит, вы продолжаете, вы смотрите, какой у вас стала П-плата, вы видите, что она уже пытается превысить 30 см водного столба, в драйвинг-прессе у вас 15 уже и более, вы начинаете снижать дыхательный объем. Вы находитесь в объемном режиме, вы помните, да? Заданные были 6 мл на дыхательный объем. Вы снижаете пиковый поток, вы седатируете больного, поскольку это может быть некомфортно для него, может ему не хватать этого пикового потока, он хочет побыстрее, а вы говорите, нет, извини, быстрый пиковый поток будет раздирать альвеолы, вы подбираете форму пикового потока, как правило, это косо-нисходящее, волем контроля это возможная вещь, вы вынуждены увеличиваете ФИО-2 до 80%, ситуация не улучшается, вы думаете, не провести ли рекрутную маневру, рекрутную маневру я попозже покажу, как это делается, очень тонкая вещь, которая может вызвать значительное повреждение, альвеолы, в то же время вовремя выполненное, оно позволяет часто решить клиническую ситуацию, я остановлюсь попозже на это, не помогает, вы увеличиваете число дыхания до 20, это не помогает, вы поворачиваете больного ничком в пронт-позицию, лицом вниз, и пожалуйста, расскажите своему персоналу, что нету ситуации, когда больного нельзя повернуть лицом вниз, за исключением, может быть, торчащих из живота трубок после какой-то тяжелой оптиминальной операции, или травмы, значит, мы у себя в 52-й больнице ничком в пронт-позицию кладем пациентов вне зависимости от массы тела, вне зависимости от того, сколько из него шлангов, каких торчит, последний раз это был пациент 150 кг весом, у которого проводилась веновенозная экма, это толстенные трубки, торчащие из пациента для забора крови и возврата, которая проводилась заместительная почечная терапия и одновременная искусственная вентиляция легких, поскольку нам не хватало эффектов нашего лечения, мы его со всем вот этим массой тела, трубками и прочим поворачивали ничком. Кстати говоря, этого же больного возили на компьютер-томографию грудной клетки, поэтому разговоры о том, которые часто приходится слышать, больной слишком тяжел физически, массой тела, чтобы было связи на КТ, они отменяются, за исключением той ситуации, когда просто этого не выдерживает прибор, компьютер-томограф, рассчитанный на определенную массу тела. Так вот, мы укладем пронт-позицию, если это не помогло, мы повторяем рекрутинг-маневр, если это не помогло, мы углубляем седацию, увеличиваем паузу вдоха. Мы уже ушли полностью от всей физиологии, и это не физиологично, больному это точно не нравится, ему нужно выключать его спонтанное дыхание, иначе он будет рвать альвеолы снаружи своими подыхательными попытками, и если это не помогло, мы меняем на более сложный режим, это Pressure Assist Control или BPUB, то есть вентиляция подавления. На самом деле мы могли с него стартовать, ничего в нем сверхъестественного нету, просто более привычный Volume Control, поэтому я с него начал. Параметры Pressure Assist Control или BPUB. Это разные режимы, но поскольку идеологически те же самые параметры, поэтому я объединил. Здесь создается разница давлений. P-Plato или P-Inspiration мы уже с вами поработали Volume Control, у нас не получилось, поэтому мы сразу ставим достаточно высокое 27-30 см водного столба, мы сразу ставим достаточно высокий PIP 12-15 см водного столба, пока мы ставим физиологичное время вдоха у человека, напомню, 0-7-0-8 секунды для того, чтобы больному было комфортно, физиологичная частота дыхания и более-менее высокое ФИО-2, поскольку мы уже с вами прошли первый этап, когда нам низкое ФИО-2 не помогало, 0-8. Все равно сохраняется гипоксимия. Мы углубляем седацию в попытках выключить больному спонтанное дыхание вплоть до введения дополнительной мере ваксантов. Мы оптимизируем PIP, пытаемся подобрать оптимальный PIP, может быть его иногда нужно чуть-чуть снизить, это приведет к улучшению ситуации из-за улучшения венозного возврата гемодинамики. Мы кладем PRON-позицию, в конечном счете мы инвертируем отношение вдоха к выдоху, мы делаем слишком длинный вдох и слишком короткий выдох, чтобы увеличить экспозицию дыхательной смеси в альвеоле, в экспозицию в время, когда будет происходить газообмен между альвеолой и капилляром легочным. Это абсолютно не физиологично, поэтому больного не должно быть никаких дыхательных попыток, это седация и мелореваксация. Не очень хорошая штука, но вынужденная мера. Мой личный опыт говорит о том, что в общем все отрицательные эффекты этих методов лечения, в конце концов, они могут быть снивелированы. У нас были пациенты, которые были по 40 суток на седации и мелореваксации, на веновенозном ЭКМО, поскольку у них было тяжеленное поражение легких, и мы не могли себе позволить вообще никаким образом вентилировать эти легкие и все их дыхательные попытки вынуждены были подавлять, иначе бы эти больные себе добили бы легкие своими собственными дыхательными попытками. В конце концов, это можно делать достаточно безопасно, хотя, повторяю, затрудняет работу пациента. Он становится абсолютно зависимый от отсутствия ошибок персонала. Случайный дисконнект и больной может погибнуть. Мы с вами весь арсенал выбрали. И тем не менее, чем-то надо дежурить, у нас очень низкая оксигенация, у нас ПО2 ниже 60, у нас сатурация ниже 89, что-то надо делать. Мы вынуждены увеличиваем ФИО2 до 100%, не очень это хорошо, но тем не менее, мы должны это сделать, и все, закончились возможности искусства вентиляции легких. Если это не помогает, следующий шаг осцилляторная вентиляция с ингаляцией оксида азота, шаг, который редко в каком месте могут сделать, поскольку нет аппаратуры и навыка с этим работать, и следующий шаг это ЭКМО, экстракорпоральная мембрана оксигенации. По оценкам людей, которые лечили больных с коронавирусной пневмонией, достаточно редко приходится делать эти шаги, то есть адекватный искусств вентиляции легких, как правило, удается справиться и не переводить на эти высокотехнологичные методики, которые к тому же достаточно затратны, особенно ЭКМО, с точки зрения времени и сил персонала. Бывает такая история, что мы в состоянии режима вентиляции подобрать адекватную оксигенацию, тем не менее, больной копит СО2, ПЦО2 растет, оно стало 60, оно стало 80, оно стало 90, это очень нехорошая история, она пугающая, но пугаться этого не надо, если это происходит в течение часов, то это безопасно, если ПАЖ не менее 0,7, то это безопасно, если он менее, то можно ввести бикарбонат натрия, как бы не странно это выглядело, коррекция респираторного цидоза бикарбонатом натрия, тем не менее, это позволяет удержать ферментные системы, работу ферментных систем в нужном диапазоне ПАЖ, это отсутствие внутричерепной гипертензии и выраженной коронарной патологии, не любит легкий и головной мозг высокого СО2, тем не менее, у больного без этих поражений вполне это переносимый СО2. Моей клинической практики 100 миллиметров тут на столбах вполне все больные переносили и все было в порядке. Значит, в общем-то, можно принести жертву число дыханий, увеличить число дыханий, начать СО2 выводить бы больше, но не забудьте, что это циклическая травма. Эту жертву еще тоже можно принести на алтарь коррекции газообмена, но это, в общем, последняя жертва. То есть, это высокий кислород и достаточно высокое число дыханий еще можно потерпеть, хотя это уже повреждает легкие. Если допустим газообмены вы достигли допустимых пределах, у вас более-менее приличное ПЦО2 до 80, у вас более-менее приличное ПО2 60-65 миллиметров тут на столба, вы должны остаться в рамках протективной вентиляции. У вас должно быть по-прежнему драйвинг пресси не больше 15, с максимальным давлением 30, дыхательным объемом 6 миллилитров на килограмм массы тела, ПИП 8 на 10 сантиметров водного столба, кислорода максимально немного 0,5-0,7, с числом дыхания 12, с минимум уседацией, релаксантом, насколько позволяете клиническая ситуация. То есть вот эта мантра у нас должно быть драйвинг пресси такое-то, у нас должно быть по-макс такое-то, она должна быть все время у вас в голове. Вопрос вы можете к этому прийти или не можете, но тем не менее вы должны к этому все время стараться прийти. Если нет, вы совершаете те шаги, которые мы так что с вами прошли. Так вот, первая жертва это оксигенотравма, поэтому вы можете себе позволить 100% кислород. Это лучше, чем раздирать легкие высокие дыхательные объемы и высоким давлением. Не очень хорошо, но лучше. И второе, это циклическая травма, когда слишком высокая частота дыхания, и это нехорошо, но это лучше, повторяю, чем раздирать легкие высокими давлением и высоким дыхательным объемом. Немного про рекрутмент. Рекрутмент альвео своеобразная вещь. Многоцентровые исследования показывают неоднозначные результаты. Клиническая практика показывает разные вещи. В одном случае сразу моментально происходит восстановление газообмен, больной становится лучше, а в другом случае 2-3 покрытых рекрутмента и нужно уже бежать и дренировать напряженный пневмоторакс. В короткой лекции трудно описать рекрутабельность или не рекрутабельность альвео. На эту тему много совершенно работ. Я вам должен сказать так, что если нет сразу массивного поражения легочной ткани, то есть ранние сроки респираторного дистресса синдрома, то можно попробовать рекрутмент. Если массивное поражение сразу присутствует в легочной ткани, если респираторный дистресс синдром это 3-4-5-е сутки, то не надо никаких рекрутментов. Значит, проще выполнить на спине, естественно. Если это не помогло, то вы выкладываете больного в пронпозицию, что самому по себе является наиболее мягким и наиболее щадящим методом рекрутмента альвео. За счет того, что мы переворачиваем легкие в то положение, когда плохие альвеолы находятся с наименьшим кровоснабжением, а хорошие альвеолы, которые к грудной клетке прилегают и хорошо кровоснабжаются и, соответственно, это улучшает газообмен. Тем не менее, и пронпозиции возможен рекрутментанер. Как мы делаем в нашей клинической практике? Мы же должны понять, эффективен рекрутментанер или нет. В идеале это две вещи, которые вы должны достигнуть. Первое, это у больного реально улучшится газообмен, и второе, у него улучшится комплайнс, подателец грудной клетки. Чтобы контролировать газообмен, мы пользуемся той же самой идеей, как вот на этом слайде нарисовано. Мы располагаем оксигенацию по пульсоксиметру в пределах 90-95%. То есть у нас такие параметры газообмена, такие параметры вентиляции, количество кислорода поступаемых в дыхательные смеси, что у нас 90-91-92-93% оксигенации. И поэтому линейная часть кривой, если больной стал хуже, быстро пульсоксиметру покажет ухудшение. Если больной стал лучше, эффективный рекрутный маневр, вы быстро это увидите. Вторая история, сам к себе алгоритм. Есть огромное количество методик, которые предлагают эти методики рекрутмента. С моей точки зрения наиболее щадящий, наиболее оптимальный этот. Я не готов спорить с приверженностью других методов лечения, других методов рекрутмента, тем не менее, я этот применяю и считаю, что он самый оптимальный. Пошаговое повышение верхнего, да, больной в прожконтроле, естественно, это более просто. Пошаговое повышение давления в дыхательных путях верхнего и нижнего давления. Значит, я думаю, что если кому-то более подробно нужно, это можно посмотреть, эти будут слайды, тем не менее, проще это показать на картиночках. В одном варианте мы повышаем давление в дыхательных путях, у нас исходное P-inspiration, прожконтроль у нас, да, режим вентиляции. Прожконтроль режим вентиляции. Пип 10, P-inspiration 25. Через 2 минуты у нас P-12, P-inspiration 27. Через 2 минуты P-14, P-inspiration еще на 2 выше. Повышаем, 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 чего-то получаем. Что мы получаем? Мы на высоте, мы в какой-то момент повышаем, получаем увеличение дыхательного объема. То есть, у нас резко возрос комплайнс. Или мы что получаем? Рост самого комплайнса нам показывает аппарат ИВЛ. И мы получаем улучшение оксигенации. Если мы доходим до этой точки, мы понимаем, что это слишком высокие давления дыхательных путях, мы немножечко поступенчато спускаем, спускаемся по ступенькам, снижая давление, в какой-то момент у нас падает дыхательный объем, у нас оксигенация. Мы понимаем стоп, ниже этого нельзя спускаться. Мы проводим повторный рекрутмент и остаемся на каком-то оптимальном уровне. Собственно говоря, все это написано на слайдах. В другом варианте, вам не удалось рекрутировать таким способом, вы начинаете так называемый второй тип рекрутмента, когда верхнее давление растет быстрее, чем нижнее. Это более жесткий рекрутмент, это уже вариант волю травмы, поскольку вы тем самым увеличите сразу дыхательный объем, еще не раскрывшийся альвео. Вам здесь нужен, вам не поможет динамика дыхательного объема, как в оценке эффективности рекрутмента, поскольку у вас он увеличивается за счет того, что вы просто увеличиваете разницу давлений. Тем не менее, вы контролируете оксигенацию и комплайнс и состояние понять, что в какой момент рекрутмент произошел. Соответственно, вы находите ту точку, когда он является, когда он дерекрутируется альвео, и опять выбираете оптимальный режим рекрутмента. На самом деле, ничего сложного. Я не хочу на этом очень долго останавливаться. Если у кого есть желающие, кто не усвоил из лекционного этого быстрого объяснения, возьмите любую книжку, практически курсы ИВЛ, которые я в свое время написал 10 лет назад, ничего не поменялось за это время в искусственной вентиляции легких радикально. Возьмите любую другую толковую книжку по искусственной вентиляции легких, все это написано. Тем не менее, повторяю, это можно сделать в умелых руках, это можно сделать в ранние сроки, это можно сделать, когда нет выраженного поражения легких. Если вы не умеете это делать, и не надо. эффективный способ улучшения гемоксигенации, это эффективный способ мягкого рекрутмента альвеоза, за счет того, что просто они под тяжестью, под действием силой тяжести перераспределяется в них жидкостное содержимое, и это обязательная вещь для любого тяжелого респираторного дистресса синдрома. И в фронтпозиции можно тоже повторить рекрутмент, если нужно. Обратите, пожалуйста, внимание, что в фронтпозиции есть несколько только отрицательных моментов. Первое, это все-таки немножко затратно по времени, ну, с персоналом просто, это нужно, привычка к этому, не то, что это, но привычка нужна это делать, все эти проводочки из больного торчат, все эти шванги и прочее, то есть, это нужно поконтролировать, чтобы ничего-то не выпало. Второе, что больной будет лежать ничком, к сожалению, это достаточно проблематично, если человек упирается носом или скулами, или грудной клетки, здесь могут быть пролежни, поэтому сюда нужно что-то подложить, валики, мягкие какие-то подкладки и так далее. И дальше длительность пронтпозиции определяется одной вещью. Как правило, пронтпозиция улучшается газообмен, и вы держите больного столько, сколько он улучшился. Но в нашей практике было до 48 часов. Это больные на ЭКМО, у них много швангов, много проблем, и самое главное, что как только ты переворачиваешь его на спину, у него ухудшается оксигенация, ты его опять возвращаешь назад. Повторяю, одно только ограничение неудобства ухода за пациентом и возникновения пролежней. Ну, лучше, честно говоря, выжить с ссадинами на лице, которые потом заживут, чем умереть от поврежденных легких. Поэтому, пожалуйста, друзья мои, пользуйтесь пронтпозиции. Очень эффективная, удобная методика, которая существенно улучшает возможности искусственной вентиляции легких. Осважнение рекрутных паневра, нестабильность гемодинамики, очевидно, мы же раздуваем легкие, соответственно, нужно быть готовым к прессорным аминам и инфузионной терапии. Потенциальный пневмоторакс, будьте к этому готовы, поскольку вы раздираете легкие и альвеолы может лопнуть. Ну и повышение надочерепного давления, которое актуально для пациента, у которого есть острый период черепно-мозговой травмы и инсульт, это не тема нашей лекции. Про дислокацию катетеров и пролежни я уже сказал. Если не помогает искусственная вентиляция легких, то больного показания для экстракорпоральной мембранной оксигенации. Очень тонкий момент, о котором я уже останавливаюсь с предыдущей лекцией. Бывают пациенты, которым помогает пронпозиция. Бывают пациенты, которые в этой пронпозиции могут находиться достаточно долго, но как только ты его переворачиваешь назад, у него происходит рекрутмент, у него происходит ухудшение его состояния, вынужден опять возвращать его положение ничком. В условиях чрезвычайной ситуации, я думаю, что это последний шаг большинства больных, потому что переход на экстракорпоральную мембранную оксигенацию очень трудозатратен. А. И требует специально подготовленного персонала и аппаратура не Б. И аппаратура это Б. Это возможно только в ряде центров. Ну, например, у нас 52-й больница. В остальных ситуациях вам придется пользоваться пронпозицией и методикой искусственной вентиляции легких. Мы же себе можем позволить, понимая, что если ситуация настолько плоха и держится на таком нестабильном уровне, что больной тут же ухудшается, когда его переворачивают из положения на животе в положение спины, из пронпозиции положения на спину, он тут же ухудшается. Мы не тянем с этой историей, мы переводим на экстракорпоральную мембранную оксигенацию, потому что понимаем, что все равно от этого не уйдем, и чем дольше больной находился вот в этих полуповреждающих, на грани повреждающих режимах вентиляции, тем хуже исходы экстракорпоральной мембранной оксигенации. Поэтому в обычной практике мы очень рекомендуем нашим московским коллегам, которые выезжают в нашу выездная бригада ЭКМО, друзья мои, вы поупражнялись в пронпозиции, вы видите, что больной все равно не очень стабилен, зовите нас, мы лучше вас заберем переведем на экстракорпоральную мембранную оксигенацию. В условиях ЧАЭС, в условиях нехватки, в условиях потенциальных нехватки не только аппаратуры, но и рук, ЭКМО это значительное отвлечение персонала от пациентов, от значительное время и трудозатраты. Больной стал лучше, ему не понадобилось никакой ЭКМО, мы его отлучаем от респиратора, когда? Когда у него стабильная гемодинамика и газообмен, мы постепенно снижаем ФИО-2, затем мы пытаемся его переводить в помогательные режимы, а в ряде ситуации мы просто потом отлучаем его от аппарата ИВЛ и некоторое время опять присоединяем, так называем Т-режим или Spontaneous Breathing Trial, то есть мы даем больному подышать и смотрим, как он дышит. Нет ли у него тахипновы, нет ли у него одышки, что у него с газообменом. В ряде ситуаций мы иногда это делаем через неинвазивную вентиляцию, но это уже эксклюзивные случаи, которые я сейчас не буду останавливать. Последнее, что хочу сказать, типичные ошибки. Еще раз возвращаюсь. Типичной ошибкой является поздний перевод на инвазивную вентиляцию легких. Долго больной находится на потоке кислорода низком, высоком. Долго находится на инвазивной вентиляции, она ему не помогает, но тем не менее есть там ощущение, что может быть поможет, не надо этого делать. Переводите на искусство вентиляции легких. Погоня за газообменом. У вас хороший газообмен за счет цены высокого давления, высокого дыхательного объема, это плохая идея. Вы не наносите больному никакой пользы, вы приносите только вред. Низкое ПИП, неизменное положение на животе. Мы привыкли так вентилировать. Бросайте эти привычки. Больного нужно ворочать на живот, это эффективный метод искусственной вентиляции легких в случае плохо переносимого гипоксимии. Кстати, говорят, друзья мои, когда вы привыкаете к пронпозиции, вы будете больного ворочать ничком даже тогда, когда вы увидите, что больной выздоравливает, а у него все равно в базальных отделах легких есть инфильтраты. И вы хотите, чтобы они дренировались. Вы хотите, чтобы это была физиологичная какая-то история с точки не только дренажа мокроты, но и раздувания, чтобы у вас раздувались бы эти участки получше, а не были прижаты к кровати пациента. Вы выворочите ничком. У нас сейчас лежит мальчишка, который уже на самостоятельном дыхании выходит. И все равно мы ему заставляем его лежать ничком. Он уже сам в состоянии лежать вниз лицом. И он лежит, я ему говорю, это физиотерапия. Хочешь, не хочешь, делай. Это реально физиотерапия. Поэтому положение ничком, полюбите его, пожалуйста. Это то, что нужно. От чего зависит исход вирусной пневмонии? Раннее начало лечения, в том числе искусственной вентиляции легких, современный универсально надежный респиратор, знание и умение врача. Возвращаясь к той табличке, которую я уже говорил на предыдущих моих выступлениях, значит, схема следующая. Легкие хорошие, нижняя самая картинка в правом углу, индекс осигенации приличный, ПФ больше 200, нет прогрессирования сепсиса, нет тахипной, нет энцефалоплотии, высокие низкие потоки сворода, не инвазивная вентиляция легких, в элко. Больной стал хуже, легкие поврежденные, картинка вверх, вторая снизу, ПФ ниже 200, искусственная вентиляция легких, протективных режимах. Ухудшается индекс ПФ снижается, легкие поврежденные, выводите миореваксанты, высокий ПИП, вы очень на грани интуиции аккуратно проводите рекрутные маневры, нет интуиции, не проводите их, больной еще хуже, вы выворачиваете пронпозицию, вы абсолютно точно проводите миореваксацию и седацию, если есть у вас опция, это опция для осцилляторной искусственной вентиляции легких, специальным аппаратом ИВЛ, и если индекс снижается, и легкие плохие, это веновенозная ЭКМА. В условиях Москвы мы поступаем следующим образом, когда стоит подумать об ЭКМА, когда ПФ ниже 150, несмотря на весь арсенал терапии, не дольше суток, низкий старт готовность к ЭКМА, когда ПФ не меньше 100, начинаем, когда индекс оксигенации меньше 70, и немедленно ниже 50, когда опоздали, когда тяжелый септический шок, и когда параметры искусственной вентиляции легких за гранью протективных больше 3-5 суток. 3-5 суток легкие, извините за свенг, в хлам. Их невозможно уже потом практически восстановить, поэтому вне протективных режимов больной не должен быть больше 3-5 суток даже в режиме ЧАЭС. Телефоны мой личный 7-963-754-92 пожалуйста в любое время кроме ночи и это ночь по московскому времени или центр ЭКМО арит номер 7 телефон круглосуточный спасибо за внимание